Это срочное включение. Мне позвонил подписчик и сказал, что на помойке ленты много еды. Так что я еду туда. Сейчас тарится хавчиком. Данное видео создано в развлекательных целях. Всё показанное сегодня по изображению. Штрээбух. Просто посмотрите. Сейчас я наберу много еды, притащу домой и буду дегустировать вместе с вами. Всем привет, с вами Штрэбух и это контент, которого вы заслужили. А именно обзор еды из помойки. Сегодня со мной... Батя. Ещё раз скажи, Батя. Батя. Да нахуй, ну ладно. Я нарыл очень много еды на кормушках. Сейчас начнём обзор с мясного. Ну а потом плавно перетечём к сладкому. А потом плавно переключимся на сладкое. Погнали. Курочка. Кто первый? А у меня роллы из ленты. То есть та же самая шаверма. А, нет. Цезарь ролл. Шаверма ролл. Запах изумительный. Ребят, короче, этот вкус курочки напоминает, как знаете, на природе пожарить, да, там, и два дня на него забить. Вот такой вкус примерно, сухой, то есть просто сухое мясо. А, вкус нормальный. А, а я пытаюсь открыть ролл ленты и, типа, тут написано открывать кесть, а я, типа, сверху, как необразованный. Семь роллов из ленты. Главное выжить после этого. Бюджетная шаверма, ребят. Просто обычная бюджетная шаверма. Давай, теперь твоя. Моя оценка этой шаверме, это просто, ну, какое-то дерьмо, она сухая. Кстати, по срокам годности. Ребят, сегодня пятое число, а срок годности до второго числа. На три дня просрочки. Лови курочку. С душой преподнесли. Капуста тушеная с жареными колбасками. Просрочена на семь дней. Ничего страшного. Мне нравится. Фу, ну она, конечно, курочка под вопросом, ребят. Да, что-то не хочется тестировать. Здесь уже заметно трупное... Трупное, правильно? Здесь уже заметно трупное окоченение. Но я думаю, если ее погреть, она, в принципе, будет нормальная. Нормальная. Это просто охотничьи колбаски. Я только... Не знаю, что-то эти колбаски какие-то безвкусные. Ребят, курица просто офигенная. Хавать можно. Ребят, батя говорит, что капуста с нотками кислятин. Это чуть-чуть просто, немного. Кислятин, да? Дима, как ты это вообще ел? Не знаю, у меня уже вкуса нету совершенно. Не, ребят, это реально редкостное дерьмо. Просто отвратительно. Офигенно. Картошка нормальная. Ребят, оценим колбаску. Колбаса нормальная. Ребятки, офигенно. Чизбургер и блэкбургер. Ребят, здесь очень странная ситуация по срокам годности. Это чизбургер, это блэкбургер. Внутри по составу есть мясо. Но если смотреть на срок годности, срок годности до 17 июня 2020 года. Это вообще как такое возможно? Или они ошиблись? Или я не знаю, что там внутри? В общем, будем пробовать. Прям как блэкстар бургер. Чёрненький. А у меня маслом подсолнечным пахнет. У меня только специями и огурцами. Кстати, внутри там просто котлета. Ребят, внутри смотрите что. Огурцы, котлета и здесь немного кетчупа. Всё. Вот и весь состав. А у тебя что? У меня котлета, сыр и огурцы. И всё тоже. И что-то ещё. Может какой-то соус ещё. Вот там видно. Всё. Ну давай пробовать. О, ребят, это просто дерьмо жуткое. Пусть вроде бы и запаха никакого нет. Но оно отдаёт кислятину и вкус сам вот этого блэкбургера. Просто дерьмище. Мясосодержащие продукты мы уже все съели. Осталось только вот это. В принципе, немножко. Дима, выбирай, что ты продегустируешь. Вот гад, самое вкусное выхватило. Это сэндвич с лососем. Просрочен на один день. А у меня свиная колбаска. Просрочена на два дня. Пахнет изумительно даже через упаковку. О, да. Самое вкусное за весь обзор. Нормальный запах. Колбаска очень вкусная, ребят. Просто офигенная. Дима, что ты выберешь? Томатную пасту. Я не хочу больше мясное есть. Я наелся, ребят. Реально, столько понадкусывали. Скажи, томатная паста. Ребят, томатная паста целый литр. Еще раз, повтори. Ребят, томатная паста целый литр. Повтори. Ребят, томатная паста целый литр. Ребята, она просрочена примерно на 2 месяца. Для обычной томатной банки. Тушеная свинина не просрочена, кстати, ребят. Представляете? Выкинули непросроченную тушенку. Скорее всего, просто из-за того, что гнутая банка. Срок годности 3 года. Изготовлено в 2019 году. Скорее всего, сроки хранения этой тушенки не соблюдались. Запах. Запах просто омерзительный. Поэтому дальше распаковывать мы не будем. Кого? Тушенку! Ну ясен пень. Мясные продукты мы уже все продегустировали. Настала пора десерта. А это у нас... Все. Что все? Ну ты хотел дальше... Там потом будет уже. Я тебе покажу, что наложишь. Клубничка. Офигенная клубника. Ребят, она как яблоки. Твердая очень. Ну, плохого ничего в ней нет. Да, она не гнилая. Вообще, офигенная клубничка. Пойдет. Ребят, вот это находка. Вот это я понимаю. Это подарочный набор. Печенье в коробке. Написано с Новым Годом и Рождеством. Офигенно. Это печенье. Оцените эти печеньюшки. Они выглядят просто шикарно. Написано фитомуцил. Пахнет просто изумительно. Но зубы можно поломать. Ребята, посмотрите, сколько булок. Тут даже есть штрудель с малиной. Офигенно. Я попробую круассан. А я попробую сочень с творогом. Я с вишневой начинкой круассан. Обычный круассан. Мне норм. А этот сочень просто офигенный. Реально. Очень вкусный. 10 мало из 10, ребят. Мои так же самые 10. Из 10. Не, ну реально. Помойка кормит. У меня есть кое-что повкуснее, чем эти булочки. Это 3 плитки шоколада. Держи. Тебе самый вкусный. На вкус нормальный. Да, мой шоколад тоже офигенный на вкус. Ну, типа. У шоколада огромный запас по сроку годности. То есть, если он просрочен на год, его еще, в принципе, можно есть. Но, конечно, не каждый шоколад, но именно российский, мною проверенный Димой и батей, то, что это можно кушать. Даже если просрочено на год. Аленка тоже превосходная. Кушать можно. Но за нами вам вообще никогда не стоит повторять. Это опасно для жизни. У меня-то иммунитет. Последняя партия конфеток, плюс 3 йогурта, клюквенный морс и еще один концентрированный морс для запивки. Ну что, батя, предоставляю тебе выбор. Выберу вот этот шоколад со сливочной начинкой 35. И запью это белой йогуртой. Я себе также возьму такую же конфету. Ух, ребят, смотрится просто восхитительно. Просроченная активия со злаками на 9 дней. У меня на 3 дня. Пахнет превосходно. На вкус тоже. Вкус тоже офиген. Вкус также и запах. Вкус также, как и запах. Превосходный. Просроченный морс на 6 дней. Ребята, пахнет вообще офигенно. Ребят, его нужно разбавлять. Я его ранил. А мой морсик не нужно. Он уже разбавлен. Пора продезинфицироваться. Да, это точно. А у нас есть кое-что на десертик. Ребят, две бутылки светлого эля. Вишневый эль. И крепкий эль. Пиво сделано в 12-м месяце 18-го года. Сейчас 20-й. А срок годности 6 месяцев. Это пиво просрочено на год. Охренеть. Но на вкус это не повлияло. Пиво вообще реально крутое. Класс. Офигенно. Шикарно. Ребят, ну мы просто обожрались. Еды было очень много. Хорошо, что у нас есть это просроченное на год пиво. И мы это все дело продезинфицировали изнутри. С вами был Штребух и... Батя. Всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, как вам наша еда. Кто не подписан, подписывайтесь. А также я создал второй канал для стримов. Теперь только там будут стримы из помоек. То есть, кто не знал, я хожу по помойкам и в прямом эфире показываю, что я там нахожу. Заходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. С вами был Штребух. Всем пока. И увидимся. Ну а специально для тех, кто не верит, что я это все нашел в помойке, ссылка на стрим будет вот здесь. На этом стриме я нашел самое большее количество еды, которую мы сегодня дегустировали.